Самарская элита Самарцы, к примеру, укрепили нефтехим Татарстана в кризисные 90-е годы. Продолжила прорастать самарскими управленческими кадрами Москва и после 1991 года. Олег Сысуев, Антон Котяков, Светлана Чупшева. В 10-е годы самарцы замелькали на региональном уровне. Так, бывший чиновник Белого дома Андрей Калядин возник вице-губернатором в Солнечном Магадане. Первый вице-мэр Самары Владимир Сластенин обозначился главой правительства Ингушетии. Бывший самарский вице-губернатор Дмитрий Овчинников, вице-премьером правительства Астрахани, курирующим социальный блок. Станислав Казарин, бывший самарский министр, стал главой комитета по информатизации и связи администрации Санкт-Петербурга. Блогер Андрей Авдеевичев выложил фото с поездки на Токмалинский водопад в Челновершинском районе и его окрестности. Это одно из самых живописных мест в Самарской области, пишет автор. Если окажешься в северной части нашего региона, рекомендую заехать в село Красный Строитель. Здесь находятся руины винокуриного завода начала 20 века. Завод принадлежал семейству миликесских купцов Марковых. Рядом находится мильница, построенная все теми же Марковыми. В отличие от завода, пребывают в гораздо лучшем состоянии. Объясняется это тем, что здание использовалось в общественном хозяйстве до конца 20 века. В 90-х годах мильницу забросили. Хорошо, что в начале 2000-х годов оно попало в поле зрения предпринимателя Василия Седых. Восстановлением Василий занимается уже больше 15 лет. А какие пейзажи вокруг? У мильницы есть все шансы стать точкой притяжения для туристов. Очень нравятся подобные фактурные места, не обезображенные сайдингом, пластиковыми окнами и прочим барахлом. Здесь только одежда паренька выдает то, что фотография сделана в наше время. Продолжение следует...